Всем огромнейший привет! Сегодня в этом видео я хочу показать те работы, которые я предлагаю как мастер-классы в сеть магазина Леонардо. Наверное, если вы постоянный зритель моего канала и еще не успели убежать от меня, то вы знаете, что я сейчас занимаюсь тем, что провожу мастер-классы бисероплетения в магазине Леонардо. В основном это Каширская плаза, она тут недалеко от меня находится, но не то чтобы совсем недалеко, но просто до нее мне не так уж долго добираться. И еще в Капитолии. Я начала проводить мастер-классы еще и там. И вот я сейчас покажу, какие изделия мы будем плести в июне и в июле. Частично что-то будет в плазе, частично что-то будет в Капитолии. Может быть вы посмотрите эти изделия на видео, вам тоже захочется прийти, потусоваться и уйти уже с готовым изделием. Я понимаю, что в принципе такие изделия можно сделать и самостоятельно. Это не такая уж большая проблема, что ли, найти похожие, сделать по мастер-классам, которые есть онлайн, которые есть видео. Потому что очень много делятся своими знаниями рукодельницы, за что им огромнейшее спасибо. Я тоже у них постоянно учусь. Нужно сказать, что 80% моего времени я как раз учусь и только 20% плиту. Что-то плиту и сама пробую. Кстати, если вам у нас с Викулией был прямой эфир, такой спонтанный, впрочем, как всегда, и прозвучал вопрос о моих впечатлениях о мастер-классах в Леонардо. Я подумаю над этим вопросом. Там есть свои плюсы, свои минусы. И если вам интересно, то я такое видео могу снять. А сейчас я хочу показать, что у нас будет в ближайшее время. Прямо сегодня у нас мастер-класс будет по такому вот кулончику, похожему вернее. Вот такой кулон, только немножечко в других оттенках, в основном в сине-голубых. В принципе, на фотографии это можно увидеть. Образец уже в магазине, я не могу его показать. Но могу показать второй образец. Вот этот мастер-класс по этому кулону, который называется Оптимистка. Будет в Капитолии, проходить в Капитолии. Мне очень нравится такое сочетание. Но действительно очень оптимистично. И я думала над тем, как назвать этот кулон. Но на камере я вижу, даже он светлее выглядит, чем на самом деле. Вот этот бисер, он оранжево-красный, матовый. Очень хорошо сочетается с голубым. И в центре розовый. Давайте я поближе вам покажу. Здесь матовые оттенки голубого. Мне кажется, очень гармонично идут вместе с таким блестящим розовым и оранжево-красным ободочком. Согласитесь, что бисер такая вещь, которую легко испортить, скажем так. То есть не все бисерные варианты мне, конечно, нравятся. И не все бисерные варианты выглядят именно как украшение для взрослых людей. Очень много вариантов, которые такие фривольные, скажем, подростков возраста. Я, кстати, никак не могу отделаться от этого чувства, что бисер, наверное, это у меня все-таки засело с давних времен, что бисер это что-то не очень серьезное. На самом деле, когда бисер вот такой хороший, в данном случае здесь бисер Тоха Трежерс. Он очень ровный, он ложится очень качественно. Конечно, если представить, что это сплетено будет из бисера китайского, который не откалиброван, если вы предварительно его сами не откалибруете, будет, ну, накость, криво очень. И, соответственно, будет... Хочу вот так показать, что он просвечивается. Это очень интересно. Конечно, будет очень кривое изделие, но и ни в какие ворота. А это вполне себе взрослое изделие, на мой вкус. Его можно, кстати, носить не только, допустим, с цепочкой. Здесь специально есть бейл сплетеный из бисера. Тоже в тон. Я не стала здесь использовать никакого металлического бейла, потому что металл нужно подбирать специально по цвету. А, кстати, в Леонардо я увидела, что есть такие шнуры кожаные. Вот я купила такой шнурочек. И они есть разноцветные. Вот я купила песочного цвета и вот такой голубенький. Замочком. Мне понравился вот этот замок. Застегивается просто тем, что он вставляется друг в друга. По-моему, очень аккуратно. Он по всей длине получается одинаковой ширины. Не имеет здесь утолщения, и поэтому очень легко можно надеть все, что угодно. В данном случае продеть, например, в этот бейл шнурочек. И, мне кажется, если по цвету подобрать что-то такое, то очень неплохо смотрится. Правда, этот шнурок не очень длинный. Здесь, по-моему, 40 сантиметров. Поэтому получается фактически под шею, но, может быть, чуть ниже. Но на футболку с чем-нибудь джинсовым самый милый вариант. Кроме того, ведь мне подруга подсказала, сюда можно вставить булавку и будет брошь. Опять, если представить себе такую брошь на джинсовой куртке, допустим, тоже очень хорошо. Ну, хватит, наверное, про этот кулон. Этот кулон будет в Капитолии в июне или в июле. Ну, вот я по датам не могу сориентировать, но если вдруг вы заинтересовались, ссылки будут под видео, вы можете посмотреть по этим ссылкам точные даты. Совсем недавно в Каширской плазе мы плели вот такой браслет. Очень простая техника. И после него, по-моему, американский жгут называется, после него мы делали вот такое колье, тоже на базе американского жгута. Здесь было интересно подвесить на шнурок. Сами моменты крепления тоже закрылись бисерным. Бисерной трубочкой, небольшим бисерным жгутиком. Вот, хорошо это колье смотрится именно под шею. Хорошее сочетание, на мой взгляд. Но, опять же, я очень люблю голубые и синие сочетания, и все, что с этим связано. И здесь биконусы очень красиво подчеркивают. Серебристые биконусы. Очень сверкающие. И, кстати, здесь бисер Тоха 990, такой золотистый. В общем, колье получается, ну, как колье. Можно сказать колье, потому что это не подвеска, это вот какой-то элемент колье на шнурочке. Я называю это колье, но, честно говоря, даже не знаю, как это правильно назвать. Бусами я тоже не могу это назвать. Ну, в общем, как бы то ни было, как ни называйте, это украшение, оно остается украшением на шею. И в других оттенках точно такой же браслет будет в Капитолии. Мне понравился цвет бусин розоватых, и он благородного розового оттенка. Это не барбишный оттенок, это не такой поросячий оттенок, это именно оттенок увядшей розы. Поэтому и браслет я назвала увядшая роза. Мне кажется, можно одеть даже с каким-нибудь таким коктейльным нарядом, скажем, летним. В кафе сходить. Впрочем, куда угодно может сходить. Потому что я себе так представляю, вы можете себе представлять как-то немножко по-другому. Ну, значит, вот такой в других оттенках будет браслет в Капитолии. И еще в Капитолии я увидела вот эти стеклянные бусины. Очень красивого оттенка. Здесь ассорти из трех оттенков. Один коралловый, один прям совсем-совсем мятный, и еще зеленоватый. Такой один темно-зеленый, темно-мятный и светло-мятный оттенок. Ну, вот, к сожалению, это не видно. Здесь использованы кубы Тоха по краю. И кубы очень сверкающие. То есть они с прокрашенной серединой и очень сверкают. В электрическом освещении очень сверкают. При солнце очень сверкают. Мне понравилось это сочетание. И бисер трежерс. В данном случае здесь тоже трежерс такой кораллового оттенка. По-моему, коралловый называется. Который вокруг бусин идет. Все это дело подчеркивает. А как вы знаете, живой коралл это самый популярный цвет этого сезона. Поэтому этот браслет я и назвала живой коралл. Я думаю, что можно вполне себе позволить. Такой милый браслетик в модных оттенках будет прекрасно смотреться. Здесь есть небольшой секретик. Как сделать так, чтобы вот эти бусины, квадратные бусины, вот эти кубы, они именно ложились таким образом. Очень милые. Кстати, при желании здесь можно что-то между ними вставить. Но мне так понравится тоже очень и очень. Так что вот такой еще летний вариант. И могу проанонсировать... Просто у меня сейчас не все с собой образцы. Образцы уже в магазинах есть. И могу проанонсировать несколько вариантов мастер-классов, которые я сейчас готовлю. Что касается браслетов, опять же, я хочу этот куб обыграть. Я все-таки не остановилась на варианте живой коралл с кубом. Здесь тот же самый куб, но мне он очень понравился. Оттенок у него замечательный. Я люблю такие оттенки. С сиреневым матовым цветом. Вот если такой сделать браслет, скажем, двухрядный, трехрядный, очень красиво будет смотреться. На мастер-классе, может быть, мы, конечно, успеем один рядочек. Но, по идее, можно его продолжить. Можно его продлить. Я посмотрю. Я еще хочу посмотреть, какие варианты есть. Я посмотрю материал в Леонардо, в Капитоле. Может быть, в каких-то других оттенках подберется. Вот такой вот браслетик. Это анонсы. Вот такой браслетик тоже будет. Что касается еще кулонов. Вот такой кулончик я подготовила, как вариант для мастер-класса. Он объемный. Можно его с двух сторон. Но я еще раздумываю, стоит ли оставить вот эту гривну, эту дугу, с бусинами и биконусами. Она добавляет определенного шарма. Она добавляет сюда изюминку к этому кулону. И когда, например, подобрав шнурочек к этой подвесочке, вот вы вставляете шнурочек, будет смотреться интереснее. Мне так кажется. Кроме того, на шнурочек можно повесить еще какие-то бусины вот в этот промежуточек. Тоже поиграть, посмотреть, что будет. Но опять же, это все такой более джинсовый вариант. Мне кажется, повседневный джинсовый вариант. Может быть, с футболкой, джинсовой курткой. Вот что-то абсолютно джинсовое у меня в голове. Не знаю, в этом сезоне. Или, может быть, всегда у меня джинс в голове присутствует. Поэтому вполне вероятно, что увидите такой еще кулон. Я еще не делала заявку на него. Но вот буквально через несколько дней уже буду делать. Поэтому, скорее всего, он может появиться в августе как мастер-класс в плазе. Ну, или попозже. Все будет зависеть от того, какие там будут места на мастер-классы. И еще для плазы я приготовила брошечки. Анималистичные брошки. Опять же, на джинсе. Вот я смотрю, так вот на джинсовой одежде, если на карман прицепить. Непредвзятые. Брошки очень простые. Здесь я просто-напросто приклеила застежку клеем. Клеем момент прозрачным. Но если... Так как нужно, в принципе, клей момент выдержать. Нужно, чтобы он приклеился хотя бы под какой-то пресс. И он у меня ночевал. Этот клей... Я говорю про клей. Впрочем, клей на брошке. На этой застежке провел ночь. Брошка была под прессом ночь. И вот так хорошо держится. Неплохо держится. Я должна сказать, что этого достаточно. Это не ювелирные броши, это такие повседневные броши. Я считаю, что этого достаточно для этих брошей. Если вдруг застежка может отвалиться или еще как-то, то ведь ее можно опять приклеить. То есть проблем с этим нет. Но есть люди аккуратисты. Можно еще и воспользоваться фетром. К фетру пришить застежку. А потом фетр пришить к самой броши. Я так думаю. Хотя можно и саму брошь пришить к застежке. Здесь есть дырочки, за которые можно пришивать. Но, собственно говоря, по желанию, по желанию. Я вполне удовлетворилась клеем. Это вот анонсы из того, что скоро появится. Ну, как скоро. В течение лета появятся как мастер-классы. Да, кстати, хочу показать еще один мастер-класс. У меня остался вот такой образец. Этот образец я плела на леске. Мне он не понравился. Я его переплела на нити. На нити он более такой эластичный. Смотрится лучше. Называется браслет «Черное золото». Здесь опять «Тохо Трежерс» и 15-й номер. Круглый. То есть «Трежерс» кремовый оттенок. Золотой 15-й и биконусы черные. Сочетание мне нравится. Очень хорошо это плетение. Но мы на мастер-классе как бы успеваем сделать один ряд. Я думаю, что для того, чтобы научиться, как делать этот браслет, этого ряда достаточно. Но на базе вот этого плетения можно будет, выбрав свои материалы, подобрав то, что вам нравится, сплести еще и такие браслеты. Вот я, например, очень воодушевилась такими браслетами. У меня за это лето получилось вот таких четыре варианта. Один другого лучше. Вот без ложной скромности скажу, что мне нравятся все. Сочетание мне нравится очень. Здесь используется в центре «Файр Полишт», вот в сине-фиолетовом варианте. В зеленом биконусе все это «Тоха» и это «Тоха». В таком варианте увядшие розы тоже очень красивый оттенок. Неоднородные оттенки, оттенок как-то прорисованный. Там есть и горчичные тона, и розовые тона, и какие-то немножечко темно-розовые тона. Что-то вот, ну я не скажу бордовое, но что-то очень близкое. И здесь «Пятнашка». «Пятнашка» это «Делика». Очень красивое сочетание. Там тоже меланжевый оттенок. Есть и зеленый, и желтый, и красноватый такой в тон. В общем, я довольна безумна. Здесь биконусы желтоватые с эффектом АБ. Красиво смотрятся. И вот последний из браслетов, который я спрела, здесь уже «Миюки». Как чугунный мост этот «Миюки». Он, конечно, возможно, это какой-то, не могу сказать в точности, но, может быть, они разделяют на какие-то особые оттенки, что ли, которые стоят даже в два раза дороже, чем обычные «Миюки». А вот этот «Круглый Миюки» из тех. И здесь сочетание матового оттенка серого матового пятнашки, тоже «Миюки», с серебристым, с какими-то включениями. Там что-то и внутри было прокрашено, и голубым. В общем, что-то такое сумасшедшее. И центральные бусинки – это «Фаа Полышд». Двухцветные, черно-серебристые, трехмиллиметровые, мне кажется. Сейчас поближе посмотрю. Нет, по-моему, 4 миллиметра. 4 миллиметра. Делала уже какое-то время назад, уже успела подзабыть. Я хотела их выставить на продажу, но, честно говоря, времени нету даже этим заниматься. Понимаете? То есть мне хочется плести, мне хочется что-то пробовать, мне хочется творить. А для того, чтобы это дело продвигать или, допустим, где-то выставлять, у меня, честно говоря, нет на это уже не то чтобы желания, даже сил. Но, скорее всего, возможности нет. Потому что фотографии у меня получаются, как мне кажется, не очень комплементарны к изделиям. Поэтому надо что-то с этим делать, пока это все в подвешенном состоянии. Вот такие вот браслеты. Кстати, эти длинные трехрядные браслеты очень неплохо смотрятся и на шее. Вот этот особенно как-то ложится, мне нравится. Можно их использовать даже вместо цепочки. Например, какую-то подвесочку на них повесить тоже будет очень-очень неплохо. Ну, красотень. В общем, люблю я эти браслеты безмерно. Не знаю, может быть, вы разделяете со мной эту любовь или не разделяете. Это, конечно, на вкус и цвет, как говорят, все фломастеры разные. Но я, например, хочу просто поделиться своим восторгом от таких браслетов. Ой, зеленый красивый. Давайте зеленый примерим. У меня, конечно, не модельная рука, к сожалению. Уже была когда-то. Как одна сказала, говорит, тут мне очень нравится винтажный лук. Да я и сама уже винтажная. Так что на моей винтажной руке эти браслеты смотрятся так. Кстати, я вставлю фотографию. Мы тут делали небольшую сессию с Викой. На ней очень хорошо смотрятся эти вещи. Викуля, тебе спасибо за то, что ты побыла моей моделью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, а что еще насчет браслетов? Насчет браслетов. Это уже, естественно, не мастер-классы. Это уже то, что... Сейчас я отодвину мастер-классы. Это то, что меня уже увлекает помимо. Потому что на мастер-класс нельзя предложить все абсолютно. Нужно иметь понятие, что можно успеть. И что вообще на мастер-класс можно взять. Потому что не все можно взять. Ну, как я говорила, я попробую видео о мастер-классах отдельное снять. Для интересующихся. А сейчас покажу свои творения. Это немножко другое плетение. Уже такие у меня были с жемчугом. Но здесь я перепутала жемчуг. Мне надо было взять четверку, а я взяла троечку. То есть четверка здесь дает небольшое утолщение. Такой браслет невесты. В очень перламутровых оттенках. Ну, наверное, нельзя сказать очень перламутровый. В перламутровых оттенках. Светлый розовый жемчуг. Ассоциация с невестой. Ненавязчивый браслет. Летний, красивый. Мне кажется, жемчуг как раз летний материал. Его очень неплохо носить летом. Но это стеклянный жемчуг. Это жемчуг сваровский. Кстати, здесь очень красивые... Не бусины, а даже бисер. Это бисер Тоха. И у него здесь красивый, сверкающий, жемчужный, перламутровый. В какое-то розовизну отдает. Прокрас. И поэтому соответствующее свечение. Пытаюсь понять, на камере вообще видно это свечение или не видно. Но боюсь, что не пойму никак. Так, у нас соседи включили музыку. Но надеюсь, вы слышите больше меня, чем ее. Так, и в этой же технике еще парочку браслетов. Вот это опять тотальный джинсовый. Матовые оттенки здесь участвуют. Здесь кубы. В данном случае это уже куб миюки. И бусины восьмерка. Это Тоха. Матовые оттенки. Такое темно-зелено-синие. Красиво смотрится. Для того, чтобы совсем все в матовые не переводить, я тут добавила бронзовые миюки. Вот вы видите, маленькие бусины. Это одиннадцатый номер. Вернее, маленький бисер между ними. Это одиннадцатый миюки. Бронзового оттенка. Я уже фактически начинаю запоминать номера самых популярных оттенков. Это четыреста пятьдесят седьмой. Очень востребованный. Очень красиво смотрится в изделиях. Красотень. Красотень. И вот этот тоже. Тоже мне понравился вот этот браслет в сочетании. Вот мне кажется, это какой-то зеленый типа Пикассо, когда они однородность окрашенная, как будто на них капли какие-то. Такой зеленый оттенок. И он очень хорошо сочетается с кубами. Здесь кубы. Это был ассорти. Это был пакетик с кубами ассорти миюки. Здесь есть прозрачные кубы. Все в медовых оттенках. Каких-то там желтоватых. Таких светло-желтых. Потом я даже взяла вот такой белый с прокрашенной золотой серединой. Сейчас я не пойму, фокусируется, наверное. Вот где-то так фокусируется. Совсем темно-темно. Это такой вот янтарный цвет. Очень темный. Неплохо, неплохо. Если учесть, что это еще и можно и на шею надеть, то... Пока я не устала от этих браслетов. Мне очень нравятся. Такие варианты возможно предложить, наверное, на мастер-классе. Если я найду Тоха-восьмерка. Мне кажется, в Леонардо есть восьмерка Тоха. Но, опять же, получится браслетик однорядный. Потому что полноценный браслет мы не можем сплести вот так вот на мастер-классе. Там свои условия. Вот. Но если, допустим, хочется попробовать, как оно и что оно, то можно попытаться такой однорядный. Тем более, кубы есть. Одинственно. Ну, пусть не миюки. Но Тоха мы можем пользоваться на мастер-классе этой фирмой. В каких-то разумных пределах, конечно. Но вполне можем использовать его. Так что это мысли на будущее. Это то, что я творю. И еще я покажу несколько вариантов, которые у меня получились тоже. Последние. Не помню, показывала я вот этот браслет. Слушайте, ну совсем памяти нет. Вот давно уже, наверное, про бисероплетение снимала. Я пробовала сетку. Наверное, показывала. Я пробовала сетку. Здесь сетка из чеха. Спирициозы. И сверху биконусы. Мне захотелось вот такого сочетания. Березы с черным. Вернее, даже не биконусы. О чем я говорю. Это у нас файл полы чешские. Четырех миллиметровые. Такой рисунок сложился. Широкий браслет. Смотрится очень хорошо на узком запястье. Мне кажется, я уже говорила про узкое запястье, про широкий браслет. Так что извините, если я повторюсь. И вы где-то уже слышали и теперь слушаете по второму кругу. Ну, делайте скидку на возраст. С возрастом память как-то истончается. Как решето и все через нее проваливается. Покажу два варианта, которые я сплела на основе вот такого вот. Вот такого геометрического узора. Вот в этой технике плетутся еще и вот такие вот кулоны, подвесочки. Два варианта. Я использовала один и тот же бисер, вот трех оттенков. Только поменяла местами. То есть немножко в разных сочетаниях. И эти же биконусы матов голубого оттенка. Получились вот такие подвески. Они тоже очень неплохо смотрятся именно на голубом шнуре. Голубой хорошо сочетается с голубым. Че уж там. Голубой с голубым. Да. Красный с красным. Коралловый с коралловым. То есть если найдете такие оттенки, то тоже будет прекрасно сочетаться. То есть можно и этот подвесить. Можно и этот подвесить. Немножко я, конечно, помучилась с этими подвесками. Одну я плела прям два дня. На одну у меня уходило два дня. Пожалуйста, такой. Менее вызывающий, более нежный. Но для тех, кто нуждается в яркости, мне кажется, брюнеткам очень хорошо подойдет в такой вариант. Бладинки вполне будут чувствовать себя комфортно в голубом варианте. Так как в основном я еще пробовала оплетение револей, и у меня все это осталось на даче. Мне казалось, что я взяла с собой. Оказывается, не взяла с собой. Я сейчас покажу вариант, который здесь у меня есть. У меня есть один вариант с подвеской на таких импровизированных бусах. Не могу назвать это ни шнуром, ни цепочкой. Но можно, наверное, назвать цепочкой. Сочетание блестящего и матового черного. Здесь все стекло. Здесь никакого другого материала нет. И даже эти разделительные, если вы видите, диски между бусинами, это тоже стекло. В зеленой птичке я покупала этот материал. Решила сделать такие черные, черную цепочку. Когда цепочка уже у меня сплелась, когда я ее закончила, я подумала, что сюда нужен черный подвес. И из файополишт, это чешский файополишт, сделала такое сердце черное. С бейлом тоже. Материалы здесь миюки, чехия. Я потом искала, ходила в магазине. Вот в Леонардо нашла сердечко вот это кристальное. Это сваровский. Конечно, он будет сверкать. Идея была такова, что не нужно, наверное, создавать свое впечатление или не нужно по первым выводам, по каким-то первым взглядам, по каким-то еще первым, вообще по первому впечатлению не нужно делать окончательные выводы. Потому что даже самое темное сердце внутри имеет кристально чистый вариант. Пусть небольшое, но очень и очень заметное, очень сверкающее, очень чистое, кристально чистое. Вот такая идея была этого украшения. На мой вкус что-то готическое. Оно не очень большое. Оно, кстати, продается. Просто я никак не могу заняться своей страницей и своим альбомом ВКонтакте, где я выкладываю те украшения, которые продаются. Так что, если вам нравится, обращайтесь. Договоримся. Оно небольшое, сантиметров 45, наверное, такое, не низковисящее. Это та длина, на которую мне вообще хватило этих бусин. Пытаюсь поймать свет от окна. Скоро ко мне солнце придет, сейчас пока деревья все закрывают. Так, ну и что еще? Ой, совсем вот эти вот забыла, браслетики показать. Если вернуться к теме, какие украшения еще будут на мастер-классах, сегодня я уже отнесу эти два образца. Давайте я их покажу. Забыла про них. Лежали у меня за спиной. Я не сразу их заметила. Значит, вот такой будет браслет. Плести его будем достаточно долго. Сочетание бисера хаки. Это чешский бисер с красным сверкающим и такие матовые бусины красные. Тоже стекло. Браслет называется «Солнечное лето». Плетется, правда, не быстро какое-то время у нас займет. Я, по-моему, там 3,5 часа поставила. Ну, 3,5-4 часа на этот браслет-то уйдет наверняка. Особенно для тех, кто вообще никогда не плел. Ну, вот получается очень нежный, элегантный вариант. Вот такой вот браслетик еще будет в плазе. И вот этот. Очень легкий, но в хороших модных сочетаниях этого сезона. Сейчас одним из модных цветов считается сладкая сирень. Цвет сладкая сирень. И здесь вот эти сиреневые, такие достаточно матовые, но при этом имеющие ореол. Мне понравился тот ореол, который я увидела в магазине на этих бусинах. Поэтому я взяла эти бусины. И для того, чтобы добавить блеска, конечно же, потому что чисто матовый, наверное, это мало. Должно быть совмещение несовместимого. Чуть-чуть черной капли, чуть-чуть белой капли. Для гармонии, для того, чтобы понять всю гамму чувств, всю гамму цветов, также фактур и оттенков. Здесь использованы биконусы. Мне кажется, какой-то эффект АБ, радужная или радужная краска, такие бежеватенькие. Смотрится очень неплохо. Браслет легко плетется, поэтому здесь я даже поставила 10+. На этот браслет вполне мы сможем его быстренько сделать. На камере я вижу, что они светлее кажутся, но вот, по сути, понасыщеннее цвет сиреневый. Вот я примерила. Легкий, изящный, летний, универсальный, подходящий для всех возрастов. Так, вот, пожалуй, теперь все. Сейчас я обратно покажу все, что я сегодня демонстрировала в этом видео. Возможно, вам что-то понравилось. Возможно, вы пробуете плести или захотите попробовать плетение. Я вам очень рекомендую этим заниматься. Мне кажется, особенно, если вы возьмете что-то, то, что вам нравится. И, может быть, даже не самое легкое. То есть, вы не смотрите на то, что есть какой-то, допустим, какой-то совершенно, как бы, легкий вариант. Но есть легкие варианты, скажем, вот про этот браслет. Он не тяжело плетется. Это легкое плетение. Здесь ничего такого супер особого нет. Ну, тут просто небольшой секретик есть. Самое главное сочетание, то, что вы подбираете. И если вы с удовольствием потом будете носить. Вот они смотрятся несколько такими пластмассовыми, но это стеклянные бусины. Хотя, вы знаете, ну, я стала даже склоняться к тому, что и пластмасса это тоже не табу. Потому что она все-таки дает легкость. Легкость украшению. Стекло ощутимо весит. Ну, не так, что там какие-то гири, конечно, на шее мы вешаем. И ощущаем на руке, конечно, браслет. Когда я надеваю на руку, я потом его фактически не ощущаю целый день. Не чувствую на своей руке. Хотя он сделан из бисера, из стеклянного бисера, из стеклянных бусин. Но в каких-то вещах, наверное, можно облегчить. Вот если крупные бусины, то можно даже добавлять и пластмассовые. Если они красивые, качественно сделаны. Все, на этом я закругляюсь. Забыла добавить вот этот розовенький. Пусть будет для пестроты картинки. Всем желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения. Следующее видео я буду снимать уже об отчете. О нашем отчете в СППП. Так что я прощаюсь ненадолго. Спасибо, что заглянули сегодня ко мне на канал. И до новых встреч. Пока-пока.